Лента украшений пошла из дорогих камней, всякие есть, а больше из зелена до синяя, изумру до александрита, аквамарины, аметисты, веселые камешки. В сердце и то любо-дорого подержать такой на руке, так весной солнышком и отдают. Мы эти камешки золотоцветником завем. Агат, слоистый халцидон, разновидность кварца. Степень прозрачности агатов различна. Они бывают от почти прозрачных до непрозрачных. Агаты заполняют округлые пустоты в лавах. Рисунок в них возникает благодаря ритмичной кристаллизации. В зависимости от окраса агат встречается очень разный – голубой, черный, маховой, пейзажный. Это гениальные картины, созданные самой природой. Как талисман агат придает мужество, притягивает успех, как амулет оберегает от пьянства. Лунный камень – полевой шпат с молочно-голубоватым сиянием и волшебной игрой света. Встречаются кристаллы с эффектом кошачьего глаза или полупрозрачные. О лунном камне существует множество легенд. Например, что на его поверхности появляется белое пятно, растущее до полнолуния. В это время к камню возвращаются магические силы. Его хорошо носить людям, имеющим твердый характер и нетерпимость. По старинному поверю, лунный камень – камень счастья и благополучия для тех, кто родился в июне. Жемчужина Жемчужина вырастает в мантии некоторых моллюсков, приравнивается к ограничным камням первого класса. Различают жемчуг правильной формы скатный и неправильный барок. Кроме обычных, белых с перламутровым блеском встречаются жемчужины розового и даже черного цветов. Самоцвет с красивым блеском высокого качества называется зрелым, а низкого – незрелым. Здесь важную роль играет толщина перламутровых слоев. Специалисты различают около 120 оттенков жемчужин. Самый распространенный – серебристый. Самый редкий – зеленоватый голубой. Жемчуг – один из самых ранних драгоценных камней, известных человеку, и наиболее женский из всех известных в природе самоцветов. Неслучайно, жемчужина стала синонимом самого красивого и совершенного. Особо крупные жемчужины хранятся в государственных сокровищницах, как бесценное богатство. В подавляющем большинстве случаев жемчуг считался и считается символом чистоты. Неслучайно во многих странах он – лучшее украшение невесты. В отличие от большинства самоцветов, жемчуг недолговечен. Его жизнь сопоставима с жизнью человека или двух-трех его поколений. Изменяя цвет, умирая и тускнея от человеческого пота, жемчуг отдает своему владельцу здоровье и умирая. Этот самоцвет неоднократно упоминается в Библии как символ чистоты, целомудрия, высокого достоинства и мудрости. Сердолик – оранжевый и красно-оранжевый халцедон. В Месопотамии и Древнем Египте наивысшего расцвета достигло искусство резьбы по камню. Лучшим материалом для мастеров был сердолик. Достаточно упомянуть только хранящуюся в Эрмитаже знаменитую камею Гонзага, вырезанную на трехслойном сардониксе и изображающую профили египетского царя Птоломея и его жены Арсенои. В Турции и Персии 17-18 веков большой популярностью пользовались персни с сердоликом, на которых гравировалось имя владельца. Такой персень считался личным талисманом. Пушкин считал сердолик своим талисманом, ему он посвятил одно из стихотворений. «Храни меня, мой талисман, храни меня во дни гонений, во дни раскаяния, волнений, ты в день печали был мне дан». Пушкин носил перстень на большом пальце правой руки, как на портрете кисти Тропинина, и на указательном пальце левой руки. Известно, что на роковой дуэль с Дантесом Пушкин не надел свой перстень-талисман. Наполеон Бонапарт III также считал, что перстень-талисман с врезанной надписью имеет священное значение. Сердолик вообще был любимым камнем многих известных и великих людей. Сердолик наиболее подходит родившимся под знаками овна и тельца. Следует также отметить, что в отличие от других камней самоцветов, сердолик в той или иной степени благоприятствует практически всем знаком зодиака. Рубин – драгоценный камень первого класса. Рубин среди камней то же, что и роза среди цветов. Природный рубин – минерал из группы Корундовых, занимает второе место после алмаза по твердости. Наиболее высоко среди рубинов ценятся цвета камня голубиной крови, красный – с легким налетом пурпура. Камень встречается в россыпях на Среднем и Южном Урале. Звездщитые рубины – большая редкость. Кольцо с таким камнем носил легендарный царь-мудрет Соломон. На одной стороне его кольца было написано – «Все проходит, на другой и это пройдет». Одно из магических свойств, приписываемое рубину, выделять своего владельца необычайной мудростью. Камень власти, значительности. Но лучше его носить тому, кто уже чего-то достиг. Постоянно носить этот камень не следует, он забирает много энергии. Еще один красный оберег и Юля – красная шпинель. Отдаленный родственник рубина. На востоке – это любимый камень. Его носили, чтобы предохранить глаза от ослепляющего действия солнца. Его охотно дарят любимым. Этот камень разжигает в человеке темперамент. Считается, что камень надо прятать от детей. Носящая шпинель всегда приятно людям. Считали, что если камень положить в рот, он утоляет жажду. А примешанный к мазе и приложенный к глазам, он укрепляет зрение. Август вновь возвращает камни зеленого цвета. Хризалит, гроссуляр, нефрит, оникс и сардоникс. Оникс и сардоникс – главные талисманы Августа. Оникс – разновидность агата. Цвет изменяется от светло до темно-коричневого. У оникса известны прозрачные разновидности. Они просвечивают на глубину от 3 до 4 сантиметров и имеют замечательно тонкий рисунок в виде розовых и золотисто-коричневых чередующихся полос. Об ониксе мы уже говорили в феврале. А сардоникс – полосчатый сард – это талисман, защищающий от злых любовных чар. Он придает мужество и спасает от неверности. В Риме оникс и сардоникс применяли для инкрустации и мозаик. По легенде, в Иерусалиме в храме Соломана стены не имели окон, но пропускали достаточно света, будучи сделанными из этого камня. Во времена родсвета глиптики, искусство резьбы по камню, именно ониксы служили основным материалом для изделий. Есть камень, рождающийся весьма романтический, в огне вулканического извержения. Геологи называют его оливином. Цена главным образом – прозрачная, золотисто-зеленая разновидность оливина – хризалит, то есть в переводе с греческого – золотой камень. Хризалит обычно встречается в некрупных образованиях. Златом блестит хризалит, и огню подражая искрится. Морю подобен себя осеняет он зеленью некой, он, говорят, талисман. Если в золото будет оправлен, будучи мощной защитой от страхов, ночных охраняет. Так писали о хризалите мудрые древние греки. Хризалит пережил времена бурной славы и почти полного забвения из-за сравнительно низкой твердости. Он перешел в разряд второстепенных драгоценных металлов. Однако римляне называли хризалит «вечерним изумрудом». В начале XX века в Европу пришла зеленая мода, и хризалит снова оказался на гребне славы. Исключительно крупный, около 200 карат, и красивый хризалит, необыкновенной искусной огранки входил даже в число регалий российской короны. Ныне он хранится в Кребле, в алмазном фонде. Нефрит нам уже встречался в мае. И добавить к списку августа осталось только гроссуляр. Гроссуляры далеко не так известны и востребованы, как их престижные собратья. Само название этого граната по-латыни обозначает «крыжовник». Наиболее часто он встречается в виде прозрачных самоцветов, светло-зеленого характерного оттенка, напоминающего созревший крыжовник. И ювелиры создают из него великолепные кольца, серьги, браслеты. Из полупрозрачных и непрозрачных экземпляров составляют разноцветные бусы, которые особенно хороши с летними сарафанами и легкими платьями. Гроссулярам, сочным и ярким, переливающимся хоть под солнцем, хоть под цветом электрической лампы, даже и не нужно обладать особыми силами, чтобы поднимать настроение. На душе само собой становится веселее и радостнее, когда смотришь на эти леденцовые камешки. Разноцветными льдинками они исподволь растапливают наши сердца и насыщают оптимизмом. Любое лето рано или поздно заканчивается, а в драгоценных осколках и юли сияющих гроссулярах никогда не бывает слишком много цвета. Считается, что гроссуляры восстанавливают нервную систему после истощения и стрессов. Они улучшают обмен веществ, восстанавливают иммунитет. А если сжать гроссуляр в кулаке на несколько минут, то утихнет зубная боль. Камни – любимый природный резервуар энергии. И люди сотни лет используют его с удовольствием и надеждой. Природа подарила нам четыре сезона, каждый из которых дарит свои радости. Но большинство из нас предпочитают лето, и как его не любить? Ведь только летом небо бывает особенно голубым и ясным. И если даже небосвод закрыла тучами и хлящет дождь, то чистейший голубой топаз в вашем кольце в любое время года вернет вам лето. Добрыть, отковать, ну, вот такая, конечно, упаковочек в магазине. А глубоко, значит, нужно за все, например, нужно шахты, не одна шахта, а в один кольце огромный-огромный это куда-то сединить, или поздравить, или что-то. Это просто в виде обычных серых кромочек находились, помушки, и все. А пока тут величиной водой, они очень хорошей водой, они очень хороши кастели, и таким образом найденные в реке охраны целые талички были знаки на то, что люди уходят на эти реки и есть кореон, и здоровые. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Осень с пестротой своих природных красок приносит с собой и камни талисмана пестрые – красные, желтые, синие. Лазурит – ярко-синий непрозрачный камень, иногда с белыми пятнами или золотистыми включениями, известен с IV тысячелетия до н.э. В Ассирии, Вавилоне и Египте считался одним из наиболее дорогих камней и служил мерилом ценности. В Древнем Египте из лазурита вырезались священные жуки-скоробеи, катящие солнце и символизирующие бессмертие. Скоробей в золотой оправе считался талисманом для долгой жизни и процветания. Это камень искренности и дружелюбия. В древности дипломатическим подарком, включающим лазурит, подтверждающим политические обещания, верили больше, чем любым заверениям. Носить можно всем знаком зодиака в перстне и кулоне, в серебре и золоте. По библейской легенде, законы Моисея были вырезаны на досках из лазурита. Уникальная краска опала, на поверхности которого непрерывно играют блики всех цветов радуги, объясняется его необычной структурой. В составе этого камня много воды. И, по сути, это своеобразный гель, внутри которого перемещаются мельчайшие шарики, частицы породы. В результате его способности оберегать власть и жизнь владельца, светиться в темноте и делать своего хозяина, как верили в прошлом, при необходимости невидимым, сделали опал популярным у представителей темных закоулков, разбойников. Позже, однако, опалы вновь входят в моду. Распространяется поверье, что якобы опаловые украшения подпитывают красоту светлых волос. Европейские блондинки XVI века начинают носить опаловые ожерелья. Популярность возвращается к камню постепенно. Его по-прежнему любят царские особы, например, итальянцы Медичи или француженка Жозефина Бонапарт, русская императрица Александра Федоровна и королева Британии Виктория. Последние несколько лет многие ювелирные дома выпускают кольца и серьги с модными нынче молочно-розовыми опалами. Надо отметить, что опалы – достаточно хрупкие камни. Нередко они попросту высыхают и теряют свою красоту. Но можно ее попытаться вернуть, подержав минерал в воде несколько дней. Турмалины. В старой египетской легенде говорится о том, что турмалин приобрел удивительный радужный оттенок благодаря тому, что поднимался из самых глубин Земли, заимствуя по оттенку от несравненного цветового многообразия всех драгоценных камней. Цвет – основное качество турмалина, определяющее его ценность и стоимость. Камни, демонстрирующие неординарные цвета или их комбинации, оцениваются гораздо выше, чем обычные. Имя турмалин происходит в Казахстане.